народ всем привет зима декабрь месяц вон там стоит т5 вон он за спиной у меня стоит мертвого надо делать форсунки там приехали второй месяц стоит не не ремонтирую холодно вот стоит кашкай тоже приехал термостат у него приехал тот что такой большой паук с торца головки со стороны коробки корпус лопнул тасол выбежал стоит почти стоит месяц уже термостата нету нам заказывать по образцу делать надо есть сейчас еще приехал гольф мой старичок моя палочка выручалочка тоже приехала отъехал гольф было было холодно морозы были ну относительно короче где-то 15 около 18 градусов масло давануло смотрю что-то все в масле а почему значит только сальники сальник какой-либо либо лобовой либо распредвала залез туда сейчас смотрю не у него было не распредвал сальники не текут оказывается промежуточность промвала выдавила сальники масло оттуда херачит ручьем вот сейчас сюда залез короче этот думал сначала бежит посмотрел сухой лобовой думаю бежит посмотрел сухой что еще может оказывается сальник вот он выдавила с промежуточного с промвала вот он видите вылез на целый палец и отсюда масло ручьем короче льется я уж думал что за херня такая откуда она может еще течь вот он пожалуйста вот он сальник весь вылез полностью выдавила его каким-то образом таких морозов то нету масло не должно было так замерзнуть от 15 градусов мороза чтобы так сальник выдавить что за херня непонятно этот сухой а этот вот он видите как торчит сейчас я его полностью сейчас сниму посмотрю на предмет там задиров юбочку задрала не задрала резинка целая не целая пружиночку проверю короче по-любому надо его посмотреть что почему он так выскочил такая тема думал этот короче побежал тут он не видно что тек отсюда потому что все масло вот именно отсюда на полу все в общем сейчас надо с этой херней разобраться так посмотрим что это такое просто короче раз и его сдернул руками пальцами просто пальцами раз и сдернулся короче сейчас я его замою бензинчиком комобиджири и детально просмотрю как этот сальник таки здесь можно короче просмотреть там юбочку есть канавка нету канавки сейчас ветощую тряпкой протру тоже обезжирю и посмотрю там канавочка есть или нету парни смотрите вот эту вот штуковину я открутил это вот та обойма где сидит сальник вот отсюда вот отсюда вот здесь и здесь два болта вот эти он два крепления один сюда один сюда здесь вот посадочное место вот почистил обезжирил под сальник посадочное место вот здесь вот есть дырочка и и здесь есть дырочка два отверстия это сливные отверстия под масло чтобы масло сливалось вот здесь почистил все протер тряпочкой и вот сейчас нужно вот эту вот привалочную площадь вот эту вот где сидит сальник посадку немножечко шкурануть наждачкой чтобы ну сбить здесь он бывает отложение масла или нагарчик образовывается или грязь в общем что-то такое короче нужно сейчас такой полоской наждачки сейчас в круговую почищу немножко слегка прям чуть-чуть шкурануть кстати здесь бороздочки канавки нету только вот легкий след касания сальника вот то есть никакой тут бороздочки нету выемки нету тут чистенько площадь но единственно может быть тут следы от коррозии или еще что-то каверночки то есть ну ради приличия это нужно сделать пройти сейчас наждачкой зачистить посадочной под сальник вот лента и вот так вот ленточка сейчас уроню чисто символически собьем нулевочка я не знаю там 800-ка может тысячная так сейчас я его прокрутил но смотрите чтобы потом у вас пометки она не сбилась поставьте в исходное положение промвала этот промвал отвечает за положение трамблера так ребятки вот стальный сальник здесь у него одна размерность идет что на распредвал что на коленвал что на этот промвал раз уж такая тема пошла то я его просто напросто возьму до заменю у меня есть вот такого то ли ринг новый 32 47 на 10 идет он 32 на 47 посадка 10 вот это вот толщина сальника или ринг нормально хороший они довольно качественно делает все сальники прокладки я его сейчас и установлю а это я не знаю это по моему какой-то китайский вайхоп или что-то такое я поставил сколько он постоял на два года три третьем 32 три года он простоял сейчас мы его все равно сейчас тонким слоем герметик вот здесь вот промажу и вот сюда я его в эту обоймочку сейчас я его установлю пусть будет на герметике понадежнее будет прям тоненьким просто слоем типа как ради приличия что он чуть-чуть он хоть как-то под приклеился что ли пусть будет так короче или ринг 32 на 47 на 10 вот так вот тоненькая легонечко вот обмазал на герметик и все сейчас я его вот сюда засажу молотком сейчас я его подстучу понабью чтобы он ровно пошел до он и так садится от руки сейчас обоймочку сюда поставлю ну вот и все вот сальничек сел в ровень как ему и положено так сейчас он там сидит но вот эту вот лишку герметик сейчас аккуратненько тряпочкой уберу чтобы было эстетично красиво все моего красота да и только отлично сидит но вот здесь вот это старое колечко вот она зеленая резиночка я ее менять не буду снимать не буду сейчас точно также легким герметиком прям слегка слегка тоненьким слоем вот но главное что вот герметик не перекрыл излишки герметика вот не перекрыли вот эти вот дренажные отверстия то есть если промазывать будете то здесь с тряпочкой так смахните герметик чтоб когда вы усаживать будете на место чтоб герметик не сюда не закрыл отверстия сливные так вот смотрите пацаны вот сюда вот такой вот болт засуну вот с такой шляпкой он как раз раскленивает хорошо между зубцов и можно шестеренки между собой заклеить так чтобы можно было затянуть так ну а здесь вот таким вот ключом раз и так затянуть болтик так этого будет более чем достаточно вот там стоят по меточкам коленвал промвал и распредвал все стоит по метке вы соответственно вот здесь по бегунку стоит и соответственно вон там пробочку открыла на коробке там тоже посмотрел метки на корзине все можно накидывать ремни а че че вот купил ремень новый такой вот бош китайский сейчас они пишут модель чина вот здесь и bosch и сразу пишет модель чина не как раньше bosch модель германия все уже bosch стала китайской компании новый ремень на генератор купил вот хотя этот еще не он уже уже подносил сюда уже зубе у него съелись почему зубе съедают у него на ремне потому что мне вот вот шкив на генераторе вот большую выработку имеет те шкивы то я поменял на колени поменял шкив на помпе поменял шкив они хорош а вот этот вот шкив у меня съеденный я его нигде не могу найти потому как он какой-то еще здесь он не целый а двойной разборный вот это две половинки между собой и вот здесь идет от шайба толстая вот продают на базарах все целые единые шкивы но он сюда мне не подходит на этом генератор в общем поэтому у меня здесь на ремне съедает зубы я и довольно часто меня вот такой вот ремень и ремень гейтсовский новый тот у меня дайка два года до сегодняшнего момента простоял а это гейтсовский ремень тоже хороший то есть на таких вещах экономить не нужно следует сюда ставить только хорошие ремни грима если хотите чтобы он у вас не порвался в самый неподходящий для вас времени нужно ставить хороший ремень гейтс дайка хорошие ремни поэтому нужно и ставить сюда хорошие вещи чтобы долго ходили вот ангейтс повар 121 зуб на 18 миллиметров ну а кстати здесь вот написано что тут написано модель и у европа модель и европа такой ремень сейчас уже поставлю себе сюда что тут какая-то бумажка это наклеечка с километражом из даты как раз сюда прописать километраж и дату и наклеить отсюда на крышку будешь всегда видеть когда ты поменял ремень так ну вот и все собрались здесь сюда наклеечку наклеил там пробег короче когда ремень поменять научим все тут все пучком собрать воздушный фильтр короб поставить ремешок натянул там болты затянул здесь затянул крышечка трамблеров стоит нормально все короче говоря можно дальше кататься здесь нету брызговичок воткнули поставили закрутили колесо накинуть только и все в принципе готово да вот кстати вот этот брызговичок хорошо помогает это я вот сюда кусок такой пластика из старого урвана брызговика вырезал вот и как раз он хорошо дополняет закрывает от грязи как раз вот шкивы и ремень уже всякое дерьмо грязь вода не летит на шкивы на ремень и такого пескоструя износа уже нету такой фарточек вырезал и закрыл так что если че имеете ввиду можете такой же фарточек такой дополнительно 1 2 3 там 4 самореза вырезать воткнуть и будет счастье да все ремонт закончен графачок теперь будет снова жить кататься и меня радовать как палочка-выручалочка вечная тачка все просто все легко все быстро кашкай надо будет делать термостат снять ему и искать термостат здесь замена термостата в кашкай но с гольф очком на этом все тачка классный огонь вечная машина бодренькая